о чем сегодня хотим поговорить у нас есть краткая информация потому что выходит в релизе на 16 который выпустится буквально в течение недели и что будет происходить на 17 небольшой тис но очень важный после этого будет маленький сюрприз а после него будет рассказ насти давайте немножко расскажем про 016 что там происходит мы давали обещание где-то месяца два или три назад чтобы 016 мы мигрируем начнем великую миграцию на пайторч и начнем и выпустим новую версию нашего гобота мне стыдно признаться я ужасный страшный человек я в итоге вдохновил олега который олега серикова который делал историю с гоботом с переездом на конфиге раса 2.0 и так далее подбил его еще несколько человек в нашей команде заняться там одним интереснейшим проектом у него очень короткие дедлайны и из-за этого в итоге мы немножко сдвигаем выпуск гобота в 017 на 016 мы начинаем нашу великую миграцию эта миграция очень большая потому что я знаю что многие разработчики у нас форуме и на и в стакаверфлоу и в твиттере и просто у нас телеграме задавали простой вопрос как скоро мы собираемся переезжать стеф 1.0 и куда были мнения что стоит переезжать на тензерфлоу 2.0 в конце концов дипалов был в свое время фьючер библиотекой в блоге тензерфлоу пару лет тому назад это было большим поводом для гордости для нашей команды но пай торч на наш взгляд является очень дружелюбный вещью очень дружелюбным фреймворком и очень популярным среди тех кто работает машин ленинга поэтому решили переезжать на него и вот мы долго-долго обещали что мы начнем этот переезд и в 016 мы начинаем этот серьезный переезд на самом деле в 015 мы кое-какие модели на по торче уже выпустили но мы про них ничего никому не говорили вот а в 016 мы о них можем уже говорить что важно в 016 релизия мы выпустим эти модели я сейчас перейду там на следующий слайд каких мы каким именно модели мы мы выпустим эти модели как новые конфигии то есть в них будет добавлено слово торч и эта модель будет новая и на протяжении с версии 016 по 017 где-то на протяжении месяца у вас будет возможность попробовать эти модели в своих дипломентах своих продакшен решениях и посмотреть как они работают затем в версии 017 мы с этих моделей переедем на заменив старые транзорфлорные модели на новые по торчовой модель и модели будет называться точно также у них будет точно такие же сигнатуры ввода вывода данных поэтому в общем-то может быть покойных использовать но так как сами модели будет немного отличаться друг от друга то очень важно чтобы вы могли попробовать на протяжении этого месяца эти новые модели пока не будет называться с новыми конфигами через неделю но через несколько дней после того как мы выпустим релиз 016 один из наших коллег василий канавалов который вообще двигает эту историю с миграцией опубликует блокпост в котором будет полный список новых моделей и вы сможете разобраться с тем чтобы взять их попробовать на них переехать и эмигрировать вторая вещь которая будет в 016 это тот самый сюрприз это наша версия дистиллированного берта для русского языка о нем чуть чуть попозже расскажет алина наша коллега и это вторая большая радость которая происходит на 16 релизе теперь капельку собственно говоря самих моделей которые у нас будут но тут небольшой список технеровских и складовских моделей которые переезжают на торч они приезжают на самую новую версию трансформеров на 487 не изменяет память и пока что они будут называться вот так в 017 версии соответственно вот эти модели заменят существующие сделаны на тендер фолл вы сможете их использовать by default просто мигриров на 017 там же в 017 версии дипаловской библиотеки мы выпустим наконец-то наше давно обещанное обновление гобота там будет новый слот филинг новый intent кетчер мы поддерживаем формат 1 и 2.0 много всего прекрасного радостного мы также публикуем новые туториалы и тоже будет интеграция дипалов и джентом то есть вы сможете взять дипи и в нем будет новая версия гобота наконец маленький тис я не буду рассказывать пока в деталях но мы за время алекса прайс 4 сделали очень прикольный новый фреймворк для создания сценарных скиллов изначально назывался чисто диффер далек флоу фреймворк и мы на его основе сделали множество сценарных скиллов для нашего бота в алекса прайс 4 мы над ним еще поработали поэкспериментировали и превращаем его во что-то еще более простое с помощью подхода domain-specific language по сути это питон но на нем можно будет довольно красиво и изящно создавать сценарные скиллы пока детали больше рассказывать не буду на это то что мы собираемся тоже выпустить вряд ли в августе наверное это будет скорее в сентябре и возвращаясь их с историю с миграциях при торчем вот что на самом деле в итоге произойдет когда мы выпустим версию 017 специально убедить правил то что соответственно видим выбираем торчи заменяем те модели базовой модели нейро и скваду которые у нас были мы заменяем их соответственно на при торчевой модели у нас также есть как я раньше говорил большой план постепенному уничтожению мало используемых малопопулярных тендерфлонных моделей но этот план мы будем публиковать более детально уже вместе или сразу после релиза 017 который пока что у нас предварительно запланировано где-то конец августа ну и конечно я чуть-чуть сделаю тиз в сторону того что будет после 017 мы пока не решили будет это 018 или даже целый 10 но в нем мы собираемся шипать компоненты которые сделаны нашими студентами google summer of what и это большая наша мечта и надежда что мы сможем как раз в этот релиз это все туда публиковать и там же будет сделана наша финальная миграция на пай торч и депритейшн старых моделей вот на этом я сейчас передаю слово алине алина твой слайд и ты можешь рассказать расскажи пожалуйста про свой проект про наш маленький но прекраснейший подарок да всем добрый вечер я сейчас немножко расскажу о том как мы обучали дистиллированный берд то есть как бы как известно дистилляция это перенос знаний с большой модели модели учителя на меньшую модель модель ученика зачем это сделано если мы просто обучим меньшую модель она будет занимать много вычислительных ресурсов она конечно будет занимать меньше вычислительных ресурсов но она конечно будет хуже по качеству вот а дистиллируя модель мы максимально приближаем как бы качество к большой модели значит наша модель учитель это модели с 12 attention heads 12 transformer layers и 768 размер хидден стейта вот то есть это руберта бейс кейс конверсейшнал и мы взяли за основу работу коллег из хогенфейса то есть опубликована была статья 10 берт и также в репозитории хогенфейса есть как бы код как это обучалось в общем мы основывались на статье и вот на этой реализации наших коллег из хогенфейса мы обучали двухслойную модель и шестислойную модель но attention heads мы также оставили размер словаря мы не уменьшали это наше направление будущее работы мы сейчас работаем над тем чтобы еще уменьшить словарь значит что важно что касается данных мы пока что обучали не на полном датасете то есть полный датасет это 23 миллиона последовательности мы пока обучили частично на одном миллионе последовательности то есть данные это у конца тайтл с идете пикабу и тайга корпус что касается отличий мы экспериментировали немного с лоссами то есть мы не просто как бы использовали на последние выходы из модель модели студента и модели учителя то есть мы усредняли выходы от модели учителя подробнее это все описано в репозитории где павлов на хогенфейса вот как мы оценивали нашу модель и мы оценивали ну как инферен спид то есть за сколько модели отраба обрабатывает один сэмпл и за сколько модели обрабатывает бач если сравнивать один сэмпл на cpu то шестислойная версия работает в два раза быстрее чем оригинальный берд двухслойная версия работает в четыре раза быстрее и мы также смотрели ну фонтюнили модели и оценивали на рассентимент про фразер и датасета фонер и склад для русского языка то есть потери минимальные в производительности единственное что склад получился пока что хуже вот ну теперь наверно можно следующий слайд да не можешь переключить да вот то есть конфиги и предобученные модели будут в следующем релизе доступны можно будет все загрузить поиспользовать вот если отдельно от библиотеки использовать то вот в репозитории хакин фэйс доступны эти модели вот тут есть пример использования на слайде как это все просто можно загрузить и использовать для каких-то своих задач ну вот наверное все спасибо за внимание если есть вопросы могу ответить да давайте если есть вопросы задавайте для нас это конечно чем большая радостная история тем более особенно после рассказа давида дали про его историю с детьми вертом на одном из предыдущих созвонов для нас большая радость тоже что мы участвуем и делаем такие можно сказать ну на мой взгляд все таки своего рода подарки для русскоязычной аудитории делаешь работающих с инопе задачками если хотите вопрос то можно сделать это сейчас ли можете написать потом можете написать здесь и мы постараемся реагировать я сейчас прежде чем побежим дальше проверю что происходит в нашем чате в ютубе нет сейчас ничего в ютубе не пишут но если захотят то мы об этом узнаем алина спасибо тебе огромнейшее скажи пожалуйста это попадает в наш 016 релиз правильно да это твой первый случай когда ты шипаешь компоненты в публичную библиотеку да какие эти ощущения по поводу того что ты это делаешь не знаю это как-то приятно ощущать себя сопричастному к чему-то полезному вот что люди это будут использовать вот уже на репозиториях агенфейса там три тысячи загрузок для маленького дистилверта то есть он кому-то пригодился это очень приятно вот но это еще пилотная версия дальше будет лучше а в том году просто гиткап делал историю с арктическим волтом в котором были сохранены исходники дипалу и многих других открытых библиотек продуктов насколько я понимаю не собираюсь продолжать эту историю так что все кто вкладывает в open source все в общем то в какой-то степени оставляет свой след истории фигуральным смысла мне кажется очень клевым ощущением и ты таким образом с 016 релизом оставишь свой след истории уже благодаря вот этому компоненту чем тебя поздравляю спасибо огромное хорошо давайте тогда перейдем к рассказу насти и еще раз есть хотите какие-то вопросы то вы можете это сделать через вот этот час я также еще продолжаем мониторинг что происходит в ютубе так тогда еще раз пошарю слайды расскажи себе о себе немножко потому что ты один из наших google summer of code студентов мне кажется аудитории будет любопытно узнать что это такое с чем это едят так да меня всем привет меня зовут настя я на данный момент аспирантка в университете вены ну собственно это я знала про это достаточно давно что это такая за инициатива гугла что google помогает студентам пробовать работать компаниях пробовать себя как-то вот пока во время учебы поучаствовать делать что-то реальным нужное важное возможно полезное для реальных компаний вот и да там я делала пропозал общались до того как его подавать мне помогали исправлять потом собственно подала пропозал и получила эмэйл счастье что меня выбрали вот и сейчас делаю как раз relation extraction в рамках это этой программы но для нас кстати я со своей стороны скажу для нас ты в какой-то степени была такой классной темной лошадкой потому что практически все остальные стажеры потенциальные стажеры абриканс которые подавали заявки на google summer of code они участвовали наших calls на эту тему и подавали пре-пропозал смех серию или вот а потом появилась то есть твои предложения приложить экстракшен а мы внимательно все это изучили решили что нам стоит попробовать рискнуть вот и мне кажется что мы совершенно не прогадали и получился очень классная замечательная история мне очень очень классно работать с вами вместе очень очень нравится поэтому я я только рада что вы решили выбрать меня хорошо тогда все я умолкаю передаю тебе слово да собственно сегодня это буду рассказывать про relation extraction и что это вообще такое с чем это едят и и как мы это все делаем сейчас где папа собственно для начала что такое relation extraction relation extraction это подзадача вообще любого извлечения информации то есть просто извлечения отношений и вообще это все про то чтобы найти есть ли у нас в тексте в каком-то таком не структурированном тексте если какие то вообще там отношения между какими-нибудь словами и собственно если они есть какие они следственности отношения нету мы говорим мы как правило говорим что в этом значит в этом тексте в этом документе в этом предложении части предложения relation никакого нету и мы вешаем label no relation если мы какой-то relation находим мы классифицируем это предложение соответствующим лейблом то есть например вот в этом предложении есть между явно между этими двумя сущностями отношения сапсидерис и поэтому мы будем классифицировать это предложение как относящиеся к этому классу то есть relation это в данном случае класса сущности могут называться просто сущности с могут там хэтейл сабжект-обжект это тоже зависит от конкретной модели количество relation тоже зависит от этой модели от дата сета вот их может быть там как от 5 до вот я дальше буду показывать вот собственно дальше relation extraction можно поделить на вообще модели relation extraction на разные группы по разному по разным признакам собственно потому как это все как вы как вообще извлекать отношения это может быть паттерн-based relation extraction это самый простой самый первый наверное самый старый метод извлечения отношений собственно на основании паттерна есть ли тут буквально если у нас предложение встречается там слова is married to мы говорим что в этом предложении есть отношение married а дальше можно натренировать модель и это может быть у нас нет никаких лейблов то есть мы заранее не знаем есть ли у нас какие-то relation и в тренинг сети или нету и мы как бы вот их как так извлекаем и это может быть суперрилейшн экстракшн собственно что мы делаем сейчас как раз в павлове это когда мы используем дата сет который например вручную размечен также есть дата сайты которые размечены с помощью баз данных то есть если у вас данных содержится информация о том что эти две сущности связаны то автоматически это будет размечено в тренинг сети то есть вариантов множество но как бы главная суть это то что у нас есть какие-то сэмплы и у нас есть лейблы то есть relation которые содержатся в этих сэмплах дальше вопрос где мы хотим найти эти relations собственно что такое наши сэмплы наши сэмплы это могут быть предложения то есть мы смотрим на каждое предложение есть ли в этом конкретном предложении какой-то relation и это может быть на уровне документа то есть в одном документе эти два сущности могут быть разнесены в разные части в разные предложения и опять же это то что мы пробуем то что мы делаем потому что это звучит поинтереснее посложнее и как бы ну более приближено к жизни потому что явно может может быть какой-то relation между двумя сущностями в разных частях текста жизни если мы говорим про значит relation extraction на уровне документа то тут неизбежно возникают разные проблемы вот например есть такой текст про некого джон сэмстрита который там политик вот мы что мы про него знаем что он родился в бенедиджо вот у него родители вот он там был выбран в ассамблею вот он член такой-то партии и он умер в этом же бенедиджо в таком-то году то есть тут достаточно много информации достаточно много разных отношений и вот предположим у нас задача вообще вот в этом тексте выяснить есть ли там какие-то отношения здесь наша первая проблема что тут много разных сущностей их много и мы как бы желательно чем больше тем лучше их покрыть с одной стороны мы хотим чтобы у нас был как бы высокий пресижен с другой стороны рекол был больше то есть именно эти много и найти точно это первая проблема это то что называется multi-entity problem соответственно возникает следующая проблема что иногда у нас одна entity может быть выражена разными токенами то есть в данном документе у нас например первый раз когда мы сообщили о ком-то человеке мы его назвали по имени и фамилии а потом собственно зачем вот это вот длинная постоянно повторяется мы его называем просто по фамилии никнейм может быть может быть только имя в общем одна и та же сущность может быть выражена разными словами но понятно что от того что он по-другому стал называться у нас как бы не поменялись от этого отношения и нам нужно по-прежнему сохранить всю эту всю эту информацию и дальше следующая проблема например мы окей хорошо мы справились с тем что у нас эта сущность выражена разными словами и дальше мы хотим например проследить как она связана с сущностью bandidjo и мы видим что связана она двумя отношениями сразу этот человек родился bandidjo и умер bandidjo что собственно в жизни бывает и поэтому это как облечет собой от multilabel problem когда одна пара сущности между внутри одной пары сущностей могут содержаться разные relation и это две такие проблемы которые как бы основные которые тоже вот я буду рассказывать как мы решали окей да дальше как маленькая summary того что буду о чем я буду говорить дальше первых буду говорить про модель собственно модель который мы тренировали как раз которые в которой учтены вот эти как будто эти проблемы и некоторые другие и также дата сет на котором мы это тренировали собственно в начале про про модель мы за базу использовали adaptive threshold and localized context pooling model достаточно новая модель в декабре двадцатого года да которая как раз создана для релиза на уровне документа поэтому мы решили взять как базу и немножко усовершенствовать в этой модели есть две две классных штуки собственно adaptive threshold и localized context pooling я начну со второй она как раз решает проблему то чтобы было мать манте эти проблему и напоминаю это проблема что у нас в одном документе много разных и мы хотим вообще между понять как одна и та же энтити по разным в этом документе выражается и вообще как они все как это все связано очень часто в relation extraction на уровне документа строится например граф чтобы сохранить всю эту информацию и потом по графу выполняется уже поиск если мы используем как например в этой модели берт то вроде бы как бессмысленно строить граф мы можем вытянуть какую-то информацию уже из тренированного берта в этом случае часто делаются как бы embedding для именно entity пары но он делается простым образом берем embedding для одной тети и для другой тети и складываем его и получаем embedding entity пары но это звучит неплохо но вызывает вопросы потому что иногда какой-то контекст может быть не очень релевантен ну то есть вот например в этом примере например да мы по-прежнему хотим выяснить какое каким отношением связано джон с тени стрит и бендиджа и вот этот контекст нам важен приятен нам он нужен чтобы мы приняли решение этот контекст тоже вопросов нет а вот в середине у нас есть про этого джона стенистера информация куда он там избирался и член какой партии он был и в общем то это скорее нас запутают именно этот контекст и мы не очень хотим его учитывать для этого собственно предложено было localized context pooling авторами вот этой статьи а суть заключается в том что кроме кроме эмбэддингов кроме суммы эмбэддингов мы еще добавляем информацию из контекста то есть мы смотрим например мы у нас есть сущность с сущность о и нам нужно понять вычленить эмбэдинг для этой для этой пары и и кроме того что на наш финальный вот этот эмбэдинг будет влиять эмбэдинги связь да мы используем напрямую берем attention head с предыдущего слоя мы берем кроме того что вот они напрямую будут влиять а мы еще берем релевантный контекст то есть контекст который как раз вот для именно этого этой сущности именно это упоминание сущности и этого упоминания сущности и это все в сумме нам даст более точный эмбэдинг именно для этой пары вот этих упоминаний следующая часть этой модели вторая это adaptive threshold и adaptive threshold направлен на то чтобы решить multi-label проблем то есть это проблема когда у нас одна и та же пара сущностей может содержать себя в разные релэйш на да человек родился мир в одном и том же городе в этом обычно как это делается у нас есть какой-то на которой рубеж какой-то на которой если это мы проводим его глобал у нас это какое-то число и потом когда у нас есть результат классифайера какие-то вероятности мы просто их все сравниваем с этим числом да и те которые не те которые помогают нам максимизировать симметрику соответственно их это и выбираем но опять же если мы говорим о document level relation extraction и разных вообще эти парах разных у нас модель может быть парам иметь разные конфиденции для разных сущностей и такая глобальная такой глобальный threshold выглядит может быть не очень хорошим решением для этого предложено это вместо введения этого этого уровня делаю мы делаем этот уровень таким же классом как и все остальные классы и этот класс учит для каждой конкретной для каждой конкретной пары учит значение то есть она у нас теперь свое для для каждого отдельного случая а не глобальная и во время тренинга у нас все эти relation которые имеют вместо быть они как бы модель форсит их чтобы они были лучше этого этого класса а все те которые значение было лучше а тех которых relation нету оно должно быть все все ниже этого класса и потом когда мы делаем уже предсказание у нас опять же все значение всех классов которые выше этого стресс-холда они будут считаться позитивные то есть что этот relation там есть это отношение содержится а все остальные будут негативные что этого relation там нету угу что мы изменили в этой модели ну во первых мы в целом адаптировали для дип павлова переписали мы переделали дальше существенные изменения во первых мы добавили на артеге как дополнительный input потому что я буду рассказывать дальше о дате на котором это тренировали они есть дате и как бы эта модель тоже тренировалась на этой дате но авторы не использовали на артеге мы решили что информации их не бывает и они могут как-то помочь кроме того мы сделали так что вот этот threshold value можно все равно настраивать вручную то есть в основном конечно остается адаптивная threshold но в принципе при желании можно как параметр передать модель например для инференса чтобы модель уже ориентировалась на заданную ну и кроме того что касательно тренинга мы сделали так что можно количество негативных сэмплов менять то есть негативные сэмплы в данном контексте значит что это сэмплы в которых нет никакого relation и мы даем их модели и говорим что здесь relation нет то есть для вообще сдачи relation extraction это очень важная очень важная вещь и их разные тоже есть исследования сколько их должно быть но как бы все вроде как сходится не меньше чем 50 процентов то есть 50 процентов сэмплов где есть relation 50 процентов где нет relation кажется немножко удивительно но опыты показывают что это так да в нашем соответственно для тренингов дипаллы можно указывать количество негативных сэмплов как-то ставить тоже разные эксперименты с этим ну и кроме того можно там менять размер train depth с это чтобы не брать как оно изначально разбито окей это все было про модели теперь про дату на котором мы эту модель тренировали на данный момент она тренирована для русского и английского языка для английской модели была тренирована на док-рэйде это корпус созданный на основании википедии викидаты викидаты это вручную аннотированный корпус и на данный момент это самый большой корпус для relation extraction на уровне документа вот по моему он в девятнадцатом году или в начале двадцатого не в девятнадцатом году все было представлено да оно содержит информацию также по нерв тегам для всех сущностей и там достаточно мелкая классификация на 59 relation то есть вот это как выглядит пример из этого то есть есть некоторый документ в котором выделены предложения релейшны могут быть связаны сущности находящиеся в разных предложениях то есть есть сущность 1 сущность 2 субъект объект все выражения этой сущности то есть как вот эта сущность какими конкретными токенами на выражена релейшн которым эти сущности связаны также здесь информация по тому как почему аннотатор решил что здесь есть этот релейшн но мы эту информацию не учитывали и это статистика по статистика количества сэмплов которые мы использовали для тренинга девелопменты теста для теста и да и да все это мы использовали такое же количество негативных как позитивных мы дополнительно генерировали к позитивным а в тренинг мы в два раза больше взяли для русского для русского релейшн экстракшена мы использовали корпус рурет это корпус основанный на лентуру на корпус лентуру в нем представлен релейшн экстракшен на уровне предложений в нем достаточно гораздо больше нер тегов 29 и зато меньше релейшн тоже 29 ну тоже это пример из 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 статьи и вот статистика он поменьше трейнсет но соответственно да собственно в целом как релейшн экстракшен сейчас работает на input подается токенизированные сайпл одно предложение будет несколько предложений должно быть токенизировано просто как список также подаем позиции упоминаний сущности сущность 1 такие позиции сущность 2 такие позиции и соответствующие нер теги на output мы тогда получаем предсказание есть ли релейшн между этими сущностями да так выглядит схемка что происходит камаги происходит внутри соответственно внутри получив этот input это все при процессе то есть соответственно кодируются все теги пересчитываются позиции все вот эти разные меншины разные упоминания одной и той же сущности они объединяются в одни в один имбеддинг потом подается все на input модели там считается как раз уже имбеддинг пары сущности формулируется просто рассказал дальше и на output приходят извлеченные отношения и вот это пример для английского языка то есть вот просто говорил как раз импут предложения и информация по сущностям и как output появляется собственно relation который содержит между этими и его айди по веке дать то же самый пример для русского собственно тьюториалы все будут в открытом доступе вот но в общем это да кроме этого на данный момент мы работаем на триплит экстракшеном триплит экстракшен немножко это шаг следующий шаг за relation экстракшеном конечно хорошо когда мы там все подаем на input но было бы приятно если могли бы подавать просто документ вообще без заранее не не производить где-то там токенизацию и выделять на рассущности а подавать просто и получать все отношения которые в нем содержатся в этом случае схема выглядела бы так выглядит так дополнительно добавляется еще один компонент это собственно извлечение сущности в этом случае сам был будет токенизирован из него будут извлечены сущности тоже произведена вся нейронотация и все сущности будут произведены тоже антитилинкинг с викидаты потому что мы хотим в качестве сущности брать то что есть в википедии эти большой сурс поэтому да дальше все то же самое уже еще даже опять компонент при processing для relation extraction модель и извлеченные отношения и вот как это работает для английского языка то есть особенно на коротких предложениях работает очень хорошо то есть например баракова смотрит мишель обама мы подали это просто как строк строку на input и попросили извлечь из нее отношения и собственно он излёг то есть он модель поняла что барак обама это одна сущность мишель обама другая сущность и она связана отношениями с пауз и так отработали модели для relation extraction компоненты использовались те же самые предтренированные модели надо пройти то же самое что я до этого рассказала это примерно что хотела рассказать если у вас есть какие-то вопросы я буду рада ответить и и за внимание знаете спасибо тебе огромнейший рассказ на самом деле конечно история я уже говорил на наших внутренних созвонок что когда мне был стартап строение персональных графа знаний много лет назад 13 12 по 17 годы я мечтал мне такую технологию себя на руках но тогда конечно не было ни таких гигантских бета-сетов не было такой хорошо размеченные вики дата не было трансформеров не было но практически ничего из того что помогло тебе сделать эту прелесть а скажи мне пожалуйста так тебе во первых идет вопрос давай наверно него ответим потом пойдем дальше где можно посмотреть на лентовский дата-сет на лентовский дата-сет он лежит в открытом доступе вот тут есть ссылочка дать я тогда ее сейчас вставлю и вставь ее в чате пожалуйста если тебе если тебе удобно хороший вопрос там по моему сама ссылка в статье я честно сказать так уже точно сказать но по моему там сама ссылка в статье есть но он в открытом доступе лежит у них на гитхабе он выложен спасибо тебе большое что поделилась скажи мне пожалуйста вот такую вещь если ты не трудно вернись пожалуйста триплит экстракшена мы на последнем нашем созвоне говорили про история с валидацией может немножко рассказать про то с какими проблемами люди могут столкнуться если используют реплит экстракшен вот сейчас как из проблему могут быть следующие ну как всегда как недостаточно low precision low recall недостаточно точно выделенные отношения потому что особенно это будет заметно большом документе когда сразу несколько предложений он будет выделять возможно слишком много и из них будет это может быть из-за и из-за не очень точной работы на компонентом потому что иногда нер выделяет у нас автоматическое выделение сущности иногда может происходить недостаточно точно а также это может быть недостаточно точная с работа работа и лишь компоненты выделены все хорошо сущности действительно правильные а между ними есть релакси но релакси то есть может быть из-за из-за этих проблем что может быть слишком не точные отношения то есть они неправильно выделены или какие-то отношения могут быть упущены вот что касается упущенных отношений например мы сегодня как раз говорили о том что добавим возможность разных конфигурить параметром сколько отношений хочется получить на выходе то есть еще говорит я готов что у меня будут но такие себе отношения зато они будут уж точно все тогда он может просто поставить число повыше побольше и выдавать больше отношений тогда у нас естественно precision немножко может упасть а то повысится recall обратную сторону пока что мы работаем над этим это может быть как более усовершенствованная relation extraction модель соответственно там тренирована на лучшем лучших данных тогда хотя бы вот эта часть проблем уйдет да те проблемы которые сейчас вызывает relation extraction вот тогда будет чуть-чуть precision повыше мне заинтересно и тут может быть тут аудитории тоже нас такой вопрос задать да есть не стесняйтесь пишите вопросы мы будем но настя будет рада на них ответить вопрос вот какой мы обсуждали идея с тема что можно сделать систему валидации извлеченных триплетов с помощью знания о том какие объекты с какими объектами могут быть в отношениях но к примеру один из кейсов которым рассматривали понедельник мне кажется это был кейс когда мы смотрели на барака обама который является членом партии но партия оказался 44 возможно такая партия конечно существовала во времена когда-нибудь синяных штатов но мне такой ничего не известно что-то не подсказывает что это знание если где то есть она надежно спрятана в крыжелях истории как с этим быть но ты с автоматической валидации да ну можно в принципе отправлять запрос и смотреть по той же википедии попробовать но ну да я вижу такой вариант то есть как бы полученные релэйшен и проверять по например по викидате это конечно очень сильно время увеличит обработки а что ты имеешь ввиду проверять по викидате ну пробовать не знаю отправлять отправлять запрос смотреть действительно ли мне трудяюсь на что видите на самом деле сейчас ну окей просто идти мне каждый день который мне кажется можно сработать должна быть следующей мы можем создать какой-то очень простой индекс который бы сказал что вот между этими типами могут быть только такие связь этого уже было бы не сама викидата это уже был бы индекс построен из ее основа то есть можно здесь представить себе некий автоматический пайплайн который раз в несколько дней входит за викидатой строит такой индекс и затем мы могли бы делать следующем могли взять api который бы сказал вот он на вам на входе сущности именно там такие например типа данных такие является это валидным или нет когда викидата мы обновляем мы можем взять обновить этот индекс на основе этого дела посмотреть возможно это или нет причем что интересно викидата огромна она является следственной википедии википедия правит живые люди люди могут ошибаться но можем теперь с помощью статистики находить еще говорить о том насколько вероятно что вот это кейсы реальные да то есть например мы встретили что вот эти два объекта могут иметь какое-то отношение друг с другом только ну не знаю паре случаев на все викидата такой кейс например какой-то другой у нас может происходить на протяжении не знаю тысячи сотни тысяч случаев что меня смущает если да это звучит как раз хорошо попробовать так делать звучит разумно но что меня немножко смущает тогда по сути нам relation extraction не нужен можем просто брать input и выделять из него сущности и проверять их по такому индексу а можно вопрос задать конечно виктор привет привет да привет а собственно вопрос в ту же самую степь вопрос в принципе вот я просто не очень понимаю как в этом классе моделей сначала происходит извлечение грубо говоря кандидата на отношении а потом происходит его классификация такое именно это отношение или же там это слита и она как бы обнаруживает только те отношения на которых на которые выучено можно как-то это пояснить ну это происходит сейчас друг за другом имеете вот вот здесь да имеете ввиду на триплит экстракшен ну да то есть то есть то есть модель сначала извлекает некие кандидаты а потом там отдельно пытается квалифицировать и потому там ну соответственно с тем какие отношения вообще были в этом дата сети да здесь она как раз происходит все поэтапное в начале просто берется предложение и из него находятся сущности а дальше уже просто эти сущности подаются на input в натренированную модель а модель была натренирована да на на дата сети вот и да и она потом уже смотрите давайте я удачу вопрос собственно вы подаете значит все попарно все сущности попарно что ли вы подаете для обнаружения отношения как как это происходит да 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 и и если какой-то порог так сказать там достигнут то одновременно выдается как бы ну какая-то вероятность там не знаю да и тип отношения правильно я понимаю да да то есть на первый вопрос отвечают да попарно подается то есть после того как найдены все entities они начинаются то есть по сути вот вот input для вот этого припроцессинг он не отличается вот от этого input а здесь вот input был технизированное предложение позиции и на ртеге и это ровно то что подается в этот компонент и здесь тоже просто теперь оно извлекается автоматически а не вручную задается пользователем вот второй вопрос был а про да дальше все происходит точно так же вот как в обычном то что до этого писала то есть до когда проверяется ну модель извлекает отношения и дальше есть этот адаптив threshold то есть вот это адаптивное выученное точно так же как и все остальное в модели выученная уровень которым все сравнивается предсказание сравниваются если все релэйшены которые получили скор выше чем вот этот уровень они выдаются как output как найденные отношения все те которые скоро ниже это не выдается то есть этих отношений там нет надеюсь ответил на вопрос у меня такое странное ощущение что виктора выкинула случайно из коментикова ой вот но я если что я этого не делаю никто не выкидывал то что и какой на так бывает ну если что я потом могу еще раз повторить или записи будет до записи точно будет меня двойная запись меня идет запись зум идет запись на ю тубе что-то из этого точно опубликует окей а хорошо смотрите если больше тогда вопросов нет это можем потихонечку заканчивать час я вернусь к своим любимым слайдом напомню что мы делаем весь конденсивный стек у нас есть наша библиотека которую новую версию мы выпустим ближайшие недели 016 у нас есть аркестратор дипалл пейджин который нас поддерживают в конкурсах алекса прайсы и прочтение так далее и у нас есть те проекте палубри по поводу него в паре слов хочу сказать что у нас в том году бот который был сделан для лекции прайс 3 мы его превратили в бота dream и он был опубликован на демо дипаллов и яй затем мы маленькую его часть превратили в дипи дипаллов ну соответственно это у нас github.com slash deepmeet slash deep и мы использовали этого бота как основу для нашего нового бота для алекса прайс 4 ближайшие месяцы мы переименуем дипи в dream наконец-то а то у нас есть проект dream репозитория про дремне и в него начнем переносить новую версию нашего бота для алекса прайс 4 этим летом будут истории про рефакторинг и про улучшение тех компонентов и приносах в этот репозиторий и там же можно будет там уже сейчас есть некоторое количество конфигураций которые позволяют создать его маленьком от и скилл я ассистента вот где-то осенью нас начнут появляться там грады больше примеров которые вы сможете использовать для того чтобы делать мото скилл я ассистент вот перед тем как пойду на последний слайд к нам вернулся виктор виктор вы пропустили часть ответа анастасии я прошу прощения да я отвалился просто самый интересный момент я в записи наверное найду это вот у меня тут форс-мажор батарейка кончилась вот поэтому я прослушаю и запись же будет выложена да да конечно пользуясь случаем напомню что у нас есть канал ноги на ю тубе он находится вот здесь там прям готовый плейлист мы в него укладываем все наши дипаузский комьюнити коз вот и русские английские версии поэтому там он конечно будет вот но в остальном знаете у нас есть наш бог совсем недавно опубликовали там пост про наши стажировки и скоро опубликуем блок под про версию 0 16 можете поговорить с нашим ассистентом дипе на демо дипауз и яй тот простенький вариант бота несложный поговорить с ним телеграме и можете попробовать создать своего собственного с помощью нашего репозитория дипе скоро эта посылка превратится в длим но в общем пара ссылка тоже будет работать если у вас есть еще вопросы то можете сейчас их задать но один последний вопрос и после этого мы уже будем сегодня разбегаться я на самом деле это посылалось на наши конкретные вопросы для обсуждения может быть сейчас когда вот стало понятнее что сделано можно будет обсудить то что мы я я спрашивал вас некоторое время назад если помните да я помню а дима и сей вам вы в итоге связались поговорили ли нет 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 я по моему тогда не получил никаких ну давайте попробуем повторить вот собственно вопрос у нас те же самые все остаются и на особенность мы сегодня услышали вот интересно посмотреть как это может работать специально специальных ситуациях которые спрашивал давайте мы тогда уже делаем нормальный отдельный со зону зуме я просто организую с вами и димой и тогда мы поговорим да давайте давайте сейчас моя коллега тоже присутствует вас слушала аида вот я думаю что все-таки на нам было бы интересно по этой теме вернуться и посмотреть чем можно что может получиться вот при наших специалистических требований давайте продолжим в чате это обсудим еще раз я с удовольствием тем более что мы сейчас немножко больше освободились по сравнению с тем что было там где-то в месяц два тому назад и мы будем рады с вами поговорить конечно же хорошо спасибо спасибо огромное что пришли виктор аида и все прочее спасибо всем а тогда мы на сегодня заканчиваем завтра будет англоязычной версии там будет еще два доклада про другие два проекта по google summer of code поэтому если он хочется про них узнать у вас не пугает английский обязательно присоединяйтесь завтра всем вечером по москве но на следующем месяце мы расскажем дальше про наши уроки из alexa price 3 и про то что куда мы стали рыть каком направлении что мы стали делать чтобы участвовать дальше в алексопрайс 4 и выше всем огромнейшее спасибо и до новых встреч